Продолжение следует... Лайфхак. Сегодня их будет много, на самом деле, но один хочу раскрыть. Знаете, как понять, что человек уже очень давно работает дистанционно, ну, что для него это не впервые. Те люди, которые только сейчас перешли впервой на онлайн, они в основном сидят смирно перед экраном. Те люди, которые работают онлайн уже дистанционно, если сидят на вращающих стульях, как я, они начинают потихоньку вращаться. Это такой небольшой психологический эффект, когда люди не могут контактировать лично, они начинают какую-то свою активность, которую они обычно там в жестикуляции, приобщении демонстрируют, начинают выкидывать в ноги или во что-то другое, и начинают вращаться. Кто-то там ковыряется, там ручку шуршит и так далее. Но вот если люди очень давно онлайн, у них появляется такая физическая активность. Сейчас, сегодня, я расскажу вам, на самом деле, две части. Первая часть будет презентации, и она будет посещена, на самом деле, тому, как нам работать онлайн. Сейчас большинство перешло на дистанционную работу. Раньше это называлось фриланс. И на самом деле с этим возникли большие проблемы, потому что, на самом деле, очень незначительное количество людей готовы к долгосрочной работе онлайн. Это не касается не только архитектуры, это касается и разных других сфер, экономик, юриспруденция и так далее. Но с архитектурой, на самом деле, все намного сложнее, чем кажется. Архитектура – это одна из самых сложных сфер для перехода в режим дистанционного, в режим онлайн. Я постараюсь вам рассказать вообще, как выживать архитекторам, которые будут работать онлайн. А таких, я уверен, будет, на самом деле, в ближайшее время очень и очень много, потому что к этому идут все тенденции, к этому идет бизнес, к этому идет развитие IT. Ну и, разумеется, на самом деле, один из главных факторов – это экономика. Экономика диктует нам, что лучше нам бы работать онлайн, чем собираться в огромных офисах и работать все вместе. И в конце этой презентации я выключу. Я немного расскажу вам про поведенческие паттерны людей, которые будут в этой цифровой эпохе на непосредственных территориях. Это будет незначительная часть, поскольку, на самом деле, исследований невероятно мало. Есть только теории и догадки. И я как раз расскажу о этих некоторых теориях и догадках. Итак, давайте как показать одаренную работу с территориями онлайн. Почему про это рассказываю я? Мне мысль пришла о том, что архитектурное бюро может работать дистанционно очень давно, много лет назад. И я полномерно занимался и шел к этой структуре. И сейчас, когда наступил кризис, когда вы посмотрите на Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, стало появляться куча менеджеров про то, как люди сидят онлайн, насколько это тяжело и так далее, я просто это игнорировал, потому что я через это прошел много лет назад, я осознал все проблемы. И я могу сказать вам один главный вывод. Совершенно не все люди смогут сидеть и работать дистанционно. Это требует определенного скидла и подготовки. Если кто-то верит, что можно взять целое предприятие и посадить его на удаленку, оно будет эффективно, то это огромное-огромное-огромное запрещение. Сейчас, по предварительным оценкам психологов, только 15% населения способны сохранить свою эффективность, находясь онлайн. Остальные же люди будут, даже если сохранять такую же способность, будут впадать в сильнейшую депрессию из-за того, что у них смешивается дом и смешивается работа, и они ничего не могут с этим делать. Итак, непосредственно поступаем к лекции. Главная проблема дистанционки такая. Это лично моя проблема, но у всех они примерно одинаковые. Помните, вспомните времена, когда вы сдавали сессию в университете. Первый, второй курс, вы сидите, зубрите какую-то огромную, колоссальную курс лекций или книжек, и обычно все это делали за 2-3 дня. И вот ты сидишь, готовишь там пятый билет, и потом такой, ой, а что-то на столе грязно. Ты это никогда не замечал. Ты год, тебе было наплевать на то, что на столе грязно, но когда ты готовишься, ты вдруг это заметил. И ты подумал, ладно, сейчас я вытру стол и пойду дальше учить. Потом ты учишь, особенно летняя сессия, солнце светит в окно, и ты такой, господи, как же хорошо на улице. Так, ладно, погуляй только 5 минут, потом будем учить билеты. И уходишь. Потом ты работаешь, и появляется кот или сын, вот как в моем случае, который неожиданно хочет с тобой поиграть. Если я не играл месяц, ну тут мнеожиданно такой, блин, она же просит, надо поиграть. В общем, проблема удаленки, то, когда ты концентрируешься в состоянии, в каком-то вот таком-то очень день, твоя концентрация начинает падать на разные вещи еще вокруг тебя. Она падает на всякие мелочи, на всякие отвлекающие факторы. И основная проблема любой дистанционной работы это отвлекающие факторы. Их невероятно много. И первый этап, большинство людей, которые сейчас сели на левок, это депрессия из-за огромного количества отвлекающих факторов, потому что они на них отвлекаются, они немного растягивают работу времени, работа растягивается в течение дня, смазывается с домом, и люди начинают очень сильно уставать. Чтобы с этим бороться, нужно, ну, я без преувеличения говорю, не менее года плодотворной работы. То есть нельзя это не просто сессии работать год, это реально год плодотворно работать. Очень хорошо этим с программистами, которые одевают наушники, ходят в монитор, и сидят, ходят много часов подряд, это такой некий склад ума. Их вообще ничего не отвлекает. Ни кошки, ни собаки, ни пыль на столе, особенно пыль на столе не отвлекает. Вот. Поэтому у них с этим все гораздо лучше проходит. На самом деле фриланс, как таковой, придумали относительно давно. Его придумали аж в 72-м году Джек Неллис. Он назвал это, я специально открыл себе шпаргалку, потому что я забыл, он назвал это телеработой. Он выразил такую теорию, то что не обязательно всем сотрудникам сидеть дома, если они могут общаться как-то удаленно. Тогда это, разумеется, был телефон. Он разработал несколько идей, написал про них в научном журнале, и это более-менее затихло до 79-го года, когда его работы откопал Комитет по экономическому развитию США, который подумал, что эта удаленная работа тогда называлась Free Flex Price, если я не ошибаюсь. Эта удаленная работа может экономить деньги у людей. Ну, то есть, зачем тратить время на сотрудника, если его можно перевезти куда-то работать домой. И тогда, чтобы это как-то популяризировать, они разработали несколько статей и опубликовали в журналах с фразой «Дистанционная работа меньше загрязняет природа», «Дистанционная работа позволяет сэкономить на машине» и так далее. Ну, то, что какие-то экономические эффекты давать. Работа более-менее стала двигаться и в 82-м году мы выделили достаточно солидные деньги на то, чтобы провести несколько экспериментов. Он сажал дистанционные команды в разных условиях, разных масштабов, в разные места и пытался работать. На самом деле, выяснилось так, что большая часть команд провалилась. Она была неэффективна. То есть, теория звучала хорошо, но практика столкнулась с реальностью психологии и паттернами поведения людей, которые просто убили всю эту теорию и с этим более-менее как-то подзабыли, ну, относительно, в смысле, с научной точки зрения, и забыли сейчас уже с научной точки зрения, но дело живет. Вернемся в Россию. Кто знает этот сайт? Это одна из последних версий, но я помню, еще застал одну из первых версий фриланс.ру. Раньше это был сайт халтур. Я заключал в том, что ты сначала работаешь в какой-то компании на какого-то дяде, в 6 часов вечера уходишь домой, ты понимаешь, что твоя зарплата очень маленькая, и ты думал, как бы подзаработать, нужны были халтуры. И тогда в России очень массово появилось слово фриланс. И все стали думать, что вот, можно на бирже тогда зарегистрироваться и брать халтуры. И фриланс ассоциировался в основном только с халтурами до определенного времени. То есть для большинства людей это было как некий способ подработки, а была очень низкая качественная работа, потому что на эту подработку платили мало. Вы делаете вид, что вы наплатите, мы делаем вид, что работаем. И в итоге фриланс пользовался, приобрел очень негативный оттенок. Примерно как 2 года назад слово урбанисты в медиа тоже приобрели такой же примерно негативный оттенок. Вот. Тем не менее, дело жило. Но на самом деле истинная причина появления удаленной работы заключается не в бирже фриланса, а в несколько бынов. Кто знает, это больничный лист. В России больничный лист, который ты берешь, тебе дают освобождение от работы, неделю не ходить на работу или две не ходить на работу, на самом деле совершенно не означало того, что ты не будешь работать. Больничный лист означал то, что ты будешь в соплях, с больным горлом, лежа с температурой дома, продолжать работать. Не в офисе, а дома. И именно вот эти больничные и списывание людей по неделе, по две на больничный и больше всего и подтолкнул вообще развитие как такового удаленной работы. Люди поняли, что да, надо работать дома, чтобы сохранить зарплату, чтобы, потому что, кто не знает, за больничный, когда ты хочешь на больничный, тебе сохраняется, если ты молодой специалист, неполная зарплата. Ой, честно, я могу ошибаться, по-моему, 40 или 60 процентов зарплаты тебе сохраняется всего. По-моему, когда я работал было 40, когда я еще был официально трудоустроен крупную компанию, у меня было 40 процентов, соответственно, 40 процентов ты хочешь на больничный, если ты две недели проболел, то есть твоя месячная заплата становится сильно меньше, тебе это раздражало. Поэтому все договаривались с работодателями, что давайте мы будем работать дома, и вы нам не 40, а больше заплатите. И так, в принципе, родилась удаленная работа в России, как ни странно. тогда люди массово научились пользоваться скайпом, тогда еще, помню, был ICQ, все начиналось с Аськи, потом стали появляться какие-то другие мессендеры. Не знаю, помню, это за вас классик или нет, но это вообще удивительное создание. И сейчас я расскажу, как это произошло на самом деле у меня. Я не был фанат удаленной работы, и мне некогда было халтурить, то есть я никогда не числился на режим в этих филансах. Работа меня обращала, то есть я работал очень много, мне платили время за сверхурочные, и мне, в принципе, не было необходимости. И однажды, ну, когда я дослужился до высокой должности, до главного архитектора проекта института, я подумал, что все, пора открывать свое дело. То есть у меня были какие-то накопления, это громко сказано, накопления. У меня было пару месячных зарплат сверху, и я понимал, что есть два месяца на то, чтобы что-то сделать. И я подумал, что должен уйти, открыть свою студию архитектурную. Я же такой прям хороший. Но есть один нюанс. Вон заключает в том, что в Москве эта неофициальная статистика, она может очень сильно врать. Официальную я очень долго искал, не нашел, но неофициально говорит, что в Москве примерно 15 тысяч архитекторов. Есть одно новое. Я жил в Берлине, я жил в Сеуле, я жил в Москве, но для меня это слишком большие города казались, и я решил вернуться на родину, в город Тверь. Это замечательный, тихий, провинциальный город, в Часи, издает Шереметьево, все идеально. Но есть одно но. В Твери всего 50 архитекторов. Из них примерно 45 и то 49 имеют свои студии, они такие взрослые, они больше 50 лет, опытные архитекторы, и, конечно, как бы как молодой парень, которому 25-26 лет, наймет этих взрослых дядечек себе. Никак. Я стал думать, если я нахожусь в Твери, если я открываю юрлицо, и я не хочу туда приезжать, мне нужно придумать, как менять архитектор, как собрать красивых архитекторов, талантливых, чтобы они со мной работали. И мне пришла на ум, а зачем их искать в Твери, если полно архитекторов и в Москве, или во всей России, чтобы мне еще больше радов. Но если в Москве 13 тысячи, то во всей России больше раза в 3. Я подумал, это замечательный рынок, тогда, значит, нужно придумать, как с ними работать удаленно. И так я начал создавать распределенную команду. Команду, которая... То есть у меня в Твери есть на самом деле офис, я там один, там еще побил меня, сейф, в котором хранится вся документация, и ну вот. А вся остальная команда, я стал искать ее по всей России. И так стало образовываться некое дистанционное бюро. Мы столкнулись с кучей, с кучей, с кучей проблем, о которых я расскажу чуть попозже. Это статистика, которую я нашел в интернете, с чем, как бы, как аналитики объясняют, с чем связан тренд удаленной работы. Желание профессионалов не тратить время на дорогу, когда сотрудники хотят сделать рабочую нагрузку, но разнообразить рабочую нагрузку, это все на самом деле фигня. Просто никто не отвечает, очень честно. Тренд удаленной работы больше всего связан с необходимостью оптимизировать издержки. Это самая главная ситуация. Эти издержки связаны не только с финансами. Очень многие издержки связаны с тем, если у тебя родился ребенок, то ты должен сидеть в декрете, а в декрете, на самом деле, может сидеть не только мама, может быть, отец и бабушка по российскому законодательству может сидеть, и, соответственно, им нужно, если они не только с ребенком сидят, им нужно ухаживать, точнее, им нужно работать. Издержки связаны со здоровьем. Есть люди, которые в состоянии здоровья не могут ходить в офис. То есть, чтобы оптимизировать эти издержки, удаленная работа подходит почти практически идеально. Удаленная работа – это как спорт. К нему нужно очень долго тренироваться. Сейчас я вам расскажу вкратце свой путь, как я двигался по удаленной работе, чтобы вы понимали, как все происходят. В первый год, разумеется, весь мой офис, мое юридическое лицо, моя компания – это был только я. Я был один. Я вел бухгалтерию, но на самом деле бухгалтерию я веду и по сей день, потому что это один из плюсов удаленной работы. Я веду бухгалтерию через сервис «Мое дело». По сути, это автоматизированный сервис с ботом, с нейронной сетью, который ведет бухгалтерию. Мне всего, что нужно, это подавать отчеты и периодически заполнять договоры и акты. Бухгалтер не нужен. Этот сервис появился очень много лет назад. Если не срываюсь, по-моему, 7 или 8 лет назад он появился. То есть российский интернет стал готовиться к этому, к переходу уже 8 лет назад, к переходу на дистанционную работу. И так появился сервис «Мое дело», которое дистанционно ведет всю бухгалтерию. Если у меня возникает сложный вопрос, мне не нужен бухгалтер, я пишу туда в чат, и мне приходит в ответ. Если мне нужен срочный бухгалтер, я могу его нанять через за денежки определенные. Но для этого мне не нужен человек. Это один из первых бонусов удаленной работы. Есть сайт «Мое дело», там есть абонентская плата в год, она небольшая, я вам сразу говорю. И ты с ней работаешь. Второй год я стал понимать, что я несколько как бы зашиваюсь, именуру срочный помножник, я начал искать архитектора. Я нашел первого архитектора на самом деле здесь, в Твери, ну как в Триумболе Тверской, который работал в Москве. Я нанял его дистанционно. Это больше походило, знаете, на принцип то, что я пишу ему скидываю работу, пишу сообщение, там, ТЗ, вечер, неделю он мне отвечает с фразой «я как бы сделал половину, есть у меня вопрос», я ему там отвечал через три дня. И вот это так очень-очень-очень длинно растягивалось во время, это еще не было. Это еще только прародитель нормализационной работы. Но тогда я обратил одну маленькую деталь, я посчитал время, которое я трачу в течение дня. То есть раньше я сам рисовал, сам взвязировал, потом я подумал, что зачем мне это. И я стал, посчитал, что если я заказываю визуизаторов в подряде, ну просто подрядчиков заказываю, я экономлю деньги и получаю более качественный проект. И так произошло первое главное правило дистанционной работы. Все, что можно оптимизировать и скинуть дальше на подряд, нужно скидывать. Потому что иначе ты будешь зашиваться. В третий год я потихоньку стал расширяться. Я нанял еще одного архитектора из Питера. Замечательную девочку, которая сейчас у меня ведущий архитектор, работает. Ой, мне стучат по батареям. Надеюсь, это не я так громко рассказываю вам лекции. И я стал еще больше оптимизировать работу и скидывать ее. Я стал заниматься тем, что часть аналитики, которую я выполнял, я понял, что эффективно заказываю на консалтинге. Это стало не то, что даже больше экономить средств. Я понял, что за те же уже деньги я получил намного более качественную работу. То есть, я не мог настолько качественно ее делать. Я понимал в ней, то есть, я мог ее проверить, проанализировать, но я скидывал ее на консалтинг, и так, почему она начала расширяться. с архитекторами работа уже начала происходить по принципу не то, что мы списывались уже раз в неделю, мы стали каждый день списываться, не заводить, не как сейчас стало. Мы списывались каждый день, перекидывали другую работу, какие-то вопросы, и так ввели, и так общались. Это стало уже достаточно удобно, потому что стали появляться мессенджеры, такие как WhatsApp и Viber, и они слихой покрывали весь запрос на работу. К четвертому году я уже более-менее осознал правила институционной работы. Я понял, что с людьми нужно не только списываться, но еще созваниваться и лично показывать свое лицо, потому что люди, когда списываются, начали, особенно те, кто долго работали, начали относиться к удаленной работе, опять же, как фрилансов. Я не знал, сколько они халпурят помимо моей работы, потому что я скидываю, а скидываю я много работ. Я не знал, сколько они работают, потому что надо было ты скидываешь задание, а его делаю за день, потом ты скидываешь такое же задание, а на него уходит полторы недели. И эта разница меня очень удивляла, я не мог понять, как это все происходит. У меня было ощущение, что кто-то халпурит, кто-то ленится, но тогда я родил еще одно очень важное правило удаленной работы. В удаленной команде вы должны договориться о времени, когда вы все будете онлайн и никуда не пойдете. То есть я сначала думал, что удаленная работа это работа, когда ты в обед можешь, куда угодно погулять, что угодно сделать, нет. В удаленной работе нужно договариваться минимум о шести часах, когда вы все будете онлайн и сможете оперативно отвечать на все вопросы. Это, допустим, с 10 до 16 вы договариваетесь, что в это время все сидят и все работают. Оставшиеся часы кто-то может работать до, кто-то может работать после, но в таком случае вы добиваетесь какой-то эффективности, вы точно можете рассчитывать на своих коллег. То есть когда какую-то задачу нужно сделать срочно, ты скидываешь, и ты знаешь, что это человек, поскольку там сейчас еще время 10 до 16, он ее будет делать. Конечно, кто-то отпрашивался иногда к зубному, кто-то в тренажерный зал, но это достаточно редкие случаи были. Ну и еще больше у меня стало, соответственно, подрядчиков. К пятому году количество таких, то есть я не сильно расширил свое бюро, но количество заказов на дистанционке, которым нужна была некая такая методология или некие мои услуги, стало потихонечку все сильнее и сильнее расширяться. И тут я начал зашиваться, и так у меня, в принципе, появился партнер в бюро, с которым мы стали поровну делить, ну не поровну, в определенном соотношении делить работу. И это еще очень важное правило дистанционной работы, которое нужно знать. Вы не сможете сделать все, если ваши сотрудники работают дистанционно. В чем заключается подвох? Психологически, когда вы находитесь с ними в одном помещении, и когда вы видите их всех, вы можете вызвать на какую-то планировку и оперативно дать задачи и задания, чтобы они работали. Если такое не происходит, если все сидят дистанционно, то вы не сможете на самом деле всех так и контролировать. Поэтому нужно дробить, клонировать себя, это идеально, а если не получится, то нанимать партнеров, которые будут брать на себя управление. С чем это связано, еще раз, потому что удаленно вы можете управлять на самом деле не больше 10-ю резюме разом. Поэтому, а у меня на самом деле с четырьмя уже была проблема. Поэтому прошу занять партнера, который взял часть сотрудников на себя, часть оперативной деятельности по-другим по анализу, разговорами с подрядчиками, и работа стала распределяться. Сейчас это примерно выглядит так. У нас куча компаний на подряде, которые могут работать. Есть входящие трафики с других областей. И плюс меня еще поставили руководителем определенных направлений в центре компетенции как в Твери, так и в Липецке. Я посчитал недавно, месяц назад, что одновременно в какой-то момент я управляю 53-мя людьми. То есть подрядчики, которых нужно контролировать, свой штат, хотя мой штат, на самом деле, шесть архитекторов, которые работают постоянно, круглосуточно, и пять приходящих-вупходящих по мере появления дополнительной нагрузки. Но суммарно выходит, что 50-е человека могут одновременно писать на нее в чате, в Телеграме вопросы. Как бы они иногда пишут хорошие вопросы в стиле, как настроение, как дела, иногда пишут плохие вопросы, типа, когда будет зарплата, когда вы оплатите нам договор подряда. Но когда это падает одновременно 53, и наступает некая депрессия. Потому что, если я бы работал с ними в офисе, я бы просто запер двери и повесил табличку «не входить». А они бы не приходили ко мне, не задавали таких вопросов, не ждали, когда появится свободное время. И так же с подрядчиком я бы просто не снимал телефон и разговаривал с подрядчиком. Но когда ты работаешь и ты сидишь в мастер-нуре, потому что ты обязан сидеть в мастер-нуре и поддерживать работу, ты видишь, как эти сообщения валятся, 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 с позитивом, с негативом. Это все очень сильно перемешивается в голове. И тут очень важно, на самом деле, научиться оптимизировать входящий трафик в голове. Все это как-то расставлять по полочкам и расставлять приоритеты. То есть это должно быть у вас в голове. У вас должны быть как бы приоритетные задачи. То есть есть там, допустим, 15 сообщений, 15 человек в чате, которые вы всегда будете отвечать всегда нон-стоп, вот как приходят, так все отвечаете. Пусть следующие 15 человек, которые вы сами в голове решили, что вы будете иногда отвечать. И следующие 15 человек, когда вы будете отвечать только по делу, там, раз в месяц. Вот. Это некая оптимизация вас защищает. И в таком случае у вас может быть полторы тысячи неотвеченных сообщений в Телеграме, но у вас это будет совершенно не волновать, потому что по вашей приоритетности вы ответили необходимое количество людей. Отвечать всем в Телеграме, вообще в мессенджере. Иван, кто начал сидеть. Может, кто-то на вайпере сидит. Я не осуждаю. Вот. Это нормально, это хорошо, что вы игнорируете людей. Онлайн на то, и онлайн, чтобы как-то работать. И плюс еще есть второй важный нюанс, который я уже понял по методу работы. Это то, что нельзя сидеть и смотреть на уведомления в течение всего рабочего дня. То есть все делают разные интервалы. У меня есть сотрудница, которая работает по 2 часа, а потом 10 минут проверяет мессенджеры. Я лично работаю примерно по 30-40 минут нон-стоп. Ну, что-то делаю. Презентацию, чертеж, анализирую, проверяю. И потом лишь следующие 10 минут я смотрю сообщения, отвечаю на них и снова работаю. Это на самом деле гениальное правило. Почему-то многие его игнорируют, и многие думают, что за 40 минут и может случиться что-то важное. Самое важное, что может случиться в вашей жизни, это, скорее всего, либо если у вас ожидается ребенок, но, скорее всего, вы тогда тот единственный абонент, который вы напишите фразу типа у тебя сын, подорвать у тебя дочь, а второе, если вы выиграете в лотерее, потому что ее надо быстро забрать. И если не вы покупаете лотерейные билеты, то, в принципе, нет ничего ошибаться, потому что если нужно маме или папе поговорить, они вам позвонят, а все остальные могут подождать. Это одно из самых таких важных правил общения. Еще очень важное общение в Телеграме, если вам записывают голосовое сообщение, игнорируйте этого человека или посылайте какую-то смешную картинку, можете смайлик, не буду, не могу, потому что обещают эту лекцию выложить, короче, какой-нибудь матерный смайлик посылайте с фразой типа только текст, потому что когда человек пишет вам голосовое сообщение, он думает, что он делает вам такое благо, надиктовывается. На самом деле, он делает огромнейший-огромнейший ужас, потому что в этой веренице всех сообщений, которые у вас есть, вы через поиск тогда не сможете найти, что он искал. А если, допустим, ну, то есть, кто не знает, в Телеграме, в WhatsApp есть поиск, вы можете искать все файлы, которые вам прислали. Помимо того, что это мессенджер позволяет рчаться, это огромные файлы-обменники, которые хранятся у ваших файлов в последнее время. И чтобы все это искать по каким-то ключевым словам, ключевые сообщения, надо, чтобы все писали вам текст. И я вообще считаю, что надо заблокировать голосовый функцию в мессенджерах, иначе ты сойдешь с ума. А у меня есть заказчик, который минут по 10 надиктовывает свои философские идеи, и ты потом сидишь, комплектируешь это 10 минут еще. И то есть, ты тратишь 20 минут на то, что он может быстренько написать текст, но ты прочитаешь за минуту и еще за минуту выдержишь. В 10 раз быстрее ты можешь обработать данные, в чате пишут. А, да, это не мне, как я понимаю, сообщение. Да, вопросов у вас нет. Продолжаем дальше. В общем, с онлайн-работой вы поняли. Все идет через мессенджеры, только через текст. Дальше. Общение по Skype и Zoom. У вас должно быть приоритет, с кем вы общаетесь. Я посмотрел специально в 2 дня. Я потратил то, что я посмотрел все онлайн-курсы, но не все, которые были доступны бесплатно или на бесплатно. Типа, как работать удаленно? Это такая полная хрень оказалась. Вы просто, такое ощущение, что эти курсы пишут люди, которые вообще не понимают. Сейчас, когда вся нация, весь мир сел на дистанционную работу, у меня в день происходит по 15-20 зумов. Я схожу с ума от этого. Потому что люди неожиданно стали думать от того, что раз они сел на дистанционную, обязательно нужно позвонить. Это в основном заказчики так думают. Это так ужасно. С разумиться, вы должны созваниваться максимум два раза в день, но как бы по принципу первой созвон у вас должен быть со всей вашей командой. Всегда. Каждый день. Это правило, я понял, совершенно недавно. Каждый день вы должны созваниваться, смотреть, кто в хорошем настроении, кто в плохом, кто с утра растрепан, может кто-то болеет. Потому что это все некий признак. То, что вы могли увидеть вживую в офисе у человека, вы должны просматривать обязательно через Zoom. И да, Zoom должен всегда быть с камерой, даже если они накрашены, если вы в пижаме. Не важно. Очень важно видеть всех сотрудников в лицо. Второй Zoom, это вы составляете список задач и отдельно подряд обзваниваете необходимых вам сотрудников. Не всех, только необходимых сотрудников, подрядчиков и заказчиков. Это прям одним лотом вы знаете. То есть у вас должно быть два лота связи. Первый лот, это когда вы совместно всей командой сомневаетесь. Второй лот связи, это когда вы вызваниваете всех подрядчиков и своих коллег. Все. Больше вам не нужно, иначе вы сойдете с ума. На самом деле, вживую, когда люди работают в офисе, они общаются меньше. То есть у них, да, происходят какие-то планерки, но они происходят реже, они происходят не каждый день. А второй, на самом деле, когда вы сидите между собой общаетесь, во время работы вы изолируетесь, на самом деле. Вы как-то обмениваетесь поверхностными фразами, может какие-нибудь шуточками и так далее. На шуточках вы можете сейчас в Телеграме слать всякие приколы. Я тут пробовал в бюро сказать, давайте мы сегодня идем мемчиков объявим. Ну, в итоге никто мемчик и в итоге не слава у них. Это все сотрудники очень серьезные. Вот. Короче, два раза в день созвонить, иначе вы сойдете с ума. Человек, конечно, социальное животное, но наша психология ориентирована на личное общение. Мы не воспринимаем общение онлайн. И есть очень важный феномен, кто не знает, то, что обучение онлайн не работает на полноценную силу. То есть у человека есть некие ячейки памяти, как он может запоминать что-то. И если человек видит живого спикера, то он смотрит на него движение, мимику, на какую-то подачу. Но если вы работаете онлайн, то это все так происходит расслаблено. Вы понимаете, что спикер далеко, что необязательно его слушать. Можно отречься, можно покурить, выпить. Я уверен, что половина из вас сейчас кто-то ест, кто-то отдыхает, кто-то в пижаме. Если кто-то есть красивый пижаме, пришлите в чат, давайте посмотрим. Вот. Ну, просто заценим, сравним пижамы. Онлайн неэффективное образование. К сожалению, это так. Что бы мы ни делали, мы не можем удержать толпу и взгляды людей на себе достаточно длительное время. Поэтому, когда сейчас началось куча, куча, куча онлайн-курсов, и вам кажется, как вы не успеваете, то, люди, не расстраивайтесь. Вы не можете поглотить всю информацию, вы все равно, даже если вы будете слушать онлайн-лекцию, вы не усвоите столько информации. Онлайн-обучение это очень специфическая вещь. И также онлайн-работа это очень специфическая вещь. Пойдемте дальше, я там дальше лайфхаки вам еще раскрою. Там пришел вопрос, как наказать человеку онлайн, чтобы он понял, что он сильно накосячил. Смотрите, как бы у меня вопрос, а чем это отличается наказание онлайн? Это наказание вживую. Если вы вживую его бьете онлайн, вы его не можете побить, то, конечно, да, это есть некая проблема. Но наказание и мотивация всегда держатся, их всего две есть. Это личная мотивация сотрудника, есть финансовая мотивация сотрудника. Соответственно, наказать, лишить финансово, наградить, дать больше денег. Есть вторая мотивация. Если вы не знаете своего сотрудника хорошо, не знаете его интереса, не знаете его... Не сможете его через мотивацию никак наказать. Не могут просто на вас наплевать. для нее какой-то работодатель, он какой-то филансер. Как я сказал, вы делаете вид, что платите, он делает вид, что работает. Поэтому очень важное правило работы онлайн, вы должны знать ваших сотрудников лично, именно личный характер. То есть нельзя просто нанять людей всех подряд и надеяться, что они уживутся. И Никита, единственная причина, почему я записался на вашебинар, с сторисами своими сотрудницами. Сторис, пожалуйста, случайно, нет, мне кажется, что девчонки работают лучше, чем ребята. Ой, слушайте, это слишком провокационный вопрос. У меня работают и парни. Просто именно девчонки является основным ядром моего бюро. Рассказываю, да, у меня бюро 6 плюс 5. 6 девочек сидят, девочек, девушек сидят на постоянной работе. Профессиональные архитекторы, которые дипломированы с хорошими наградами. Это мой основной косяк, который работает нон-стоп. Есть еще 5 приглашенных, которые появляются по мере. Как раз 5 приглашенных – это и парни, и девушки. А вот почему и косяк образовался именно из девушек, на самом деле заключается в очень простой причине и, может быть, банальной. Когда ты парня нанимаешь работу с онлайн, он очень быстро расставляет булки. Он моментом забивает на то, что он работает онлайн. То есть парни сами по себе не умеют долго концентрироваться, а концентрироваться на инвестиционной работе для них вообще практически невыносимо. Девушки делают это действительно в разы лучше, я должен это признать. Но есть хорошие парни, которые действительно качественно и работают тоже онлайн. У меня там есть один из сотрудников, который… У него тату-салон. Он, собственно, тату-салон, у него архитектура – это хобби. И мы его периодически нанимаем, потому что у него есть хорошие некие таланты. Вот. И он прекрасно работает онлайн, он все делает в сырок, он прямо как привык к какой-то некой военной сцеплении, так и все прекрасно работает. Ну, просто да, мне повезло, мне повезло с девушками. Это не правильно, вам серьезно. Это просто мне повезло, что те задачи, которые я ставил девушкам, конкретные задачи, связанные с архитектурой и с определенным типом архитектуры, потому что мы не все разрабатываем. Хорошо справлялись девушки. Но если мы берем разные сферы, допустим, дизайн, юриспруденцию, экономику, то многие мои знакомые, особенно, допустим, мы сейчас общаемся с машиностроителями, которые станки и софт пишут, там только парни сидят на удаленке, девушек практически нет. Или возьмем IT-сферу, допустим, Accenture, которая филиал открыт с Курии, там тоже преимущество парня. То есть это именно специфика работы. И очень многие, я не согласен, есть такие некие знаменитые архитекторы, которые говорят, что архитектура – это мужская профессия. Нет, я искренне уверен в том, что сейчас архитектура, именно архитектура как творчество, как процесс, это больше женская задача. А вот решение каких-то там мутанных задач, допустим, идти в суд, судиться за заказчиком, разбирать бухгалтерию, ругаться с кем-то еще, вот это мужская работа. То есть она не совсем архитектурная, она такая архитектурно-управленческая. Вот архитекторы, парни хорошо с косяками работают, разрубиваются, а девушки очень хорошо делают свою работу. Ладно, идем дальше. Я написал специально, чем онлайн отличается от фото офлайн. Вообще, чем зонка отличается от офлайн работы. Главный нюанс, на самом деле, много летать. Это пример фото в самолете, в туалете. Есть такая руслая на авиакомпании. Я не включаюсь в самолеты, это авиакомпания, и мне очень часто приходится летать. Несмотря на то, что мое бюро работает дистанционно, заказчики и все крупные подрядчики не могут привыкнуть к тому, что они не видят себя вживую. Ну, представьте, заказчик строит живой комплекс, и он инвестирует миллиард. Я просто пример говорю. И, соответственно, он не может доверить то, что кто-то ему делает продукт, который он будет продавать за миллиард, когда он будет вкладывать миллиард, человеку, который он даже вживую не видел. Поэтому с каждым заказчиком нужно встречаться. В начале, в середине, в конце. А тебе представьте, что одновременно мы ведем порядка до 15 проектов. С каждым заказчиком нужно встретиться. И у меня выходит, но он стоп, перелет, 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 перелет. С одной рабочей недели, 3-4 дня я провожу в командировке и в перелете. Ну, то есть, обычно, от двух до четырех перелетов. Но мой рекорд за год я налетал в 212 авиаперелетов. Он был установлен в прошлом году. В этом году пандемия сбила, перестали все летать. И при этом, кстати, из-за того, что я перестал летать, заказчики перестали интересоваться крупными инвестициями. Поэтому один из главных нюансов онлайн-работа, то, что вам всегда, всегда придется работать вживую непосредственно при заключении договора и при заключении актов работы. Ну и плюс где-то посередине, в зависимости от длины работы. Поэтому онлайн, когда вы работаете онлайн, дистанционно, от живого общения вы никогда не избавитесь. И одна в чем, а главная причина пандемии, почему будет экономический кризис, очень важный, потому что люди-то хоть начали работать с инвестиционно, но и заказы к ним не приходят. Из-за того, что у инвесторов нет денег, а потому что они не могут заключить с кем-то договор, им нужно встретиться вживую. Это, конечно, не главная причина, но это вторая по важности причина. Дальше. Тяжело быстро носить правки. Да, это проблема онлайн. То есть, допустим, если вы работаете в команде, в какой-то небольшой аудитории, вы приходите, вы легко можете сказать, блин, все, срочно, там, за два часа, быстро переделайте. И люди быстро переделают, потому что вы стоите над их душой. Когда вы работаете в онлайн, это немного не так происходит. И дальше основные причины, я сейчас просто проживу, смещенные дедлайны. Когда работаешь онлайн, строк работы онлайн чуть больше при заключении договора, чем если вы работаете оффлайн, ну, если вы сидите в студии. Стимул к самообразованию. Дистанционная работа очень сильно стимулирует самообразование, вы не поверите. Прямо очень рад, то есть, за моих сотрудников, они студируют постоянно новые книги, новые курсы, новые методологии. Допустим, я поступил на Архитектор РФ, на второй поток, и помимо этого поступила еще моя сотрудница тоже на эту же программу. То есть, ей очень хотелось подтянуться, и она поступила. И вот, как бы, получилось так, что мы вдвоем учимся так. Нет личного пространства. Это очень важная проблема, я чуть-чуть побольше дальше освещу. Кипкость, да, когда ты работаешь онлайн, ты можешь сделать все, что хочешь. Авторский надзор. Онлайн это практически делать невозможно. Ты не в тусовке. Это значит то, что если вы работаете, допустим, в Твери, то вы заметите, что все основные мероприятия происходят в Москве, и вы не сможете на них ходить. Экономика позволяет рисковать. Очень важный пункт, который я превращаю отдельно даже презентацию сделал в конце. Итак, поехали. Очень много летать еще раз. Заказчиков очень важно видеть его сживую. Мое бюро работает на всю Россию. У меня огромный пул заказов, самый дальний, это Восток, и нужно летать. А вы знаете, как бы, заказ из Востока может быть по принципу, как бы, мне звонят и говорят, у заказчика есть два часа с вами пообедать. И ты едешь в аэропорт, 8 часов летишь, едешь к заказчику, два часа с ним обедаешь, там потом 2 часа, 3 часа у тебя свободного времени на то, чтобы сесть обратный самолет, летишь 8 часов обратно и ты встретишь ради того, чтобы пообедать два часа с ним. Это нормально. Любой заказчик, который инвестирует огромные деньги в праве с вами встретиться вживую. Конечно, не каждый день, но если ему нужно встретиться или у тебя какие-то проблемы, вы, независимо ни от чего, берете и срываетесь. То есть, для меня это нормальное явление, что мне пишет заказчик, или, допустим, в обед, Никита, давай завтра с утра встретимся. Я ты понимаешь, что в Иркутске утро несколько раньше наступает, чем у тебя, и ты экстренно после работы едешь в аэропорт, летишь ночь для того, чтобы успеть к его утру, чтобы с ним встретиться. Это нормально. Дальше. Тяжело вносить правки. Еще очень важный нюанс, почему тяжело вносить правки. Помимо того, что все сотрудники работают онлайн, ты не можешь над их душой стоять и проверить, как они работают. То есть, ты целиком зависишь от их трудоспособности, а ты какой-то внутренний мотивация. Потому что, если человек проснулся с больной головой или плохим настроением, дальше ему сказали, надо срочно исправить, он не исправит. У него не будет мотивации, ты не стоишь над его душой. Кнута в онлайн-работе нет. И, второе, ты просто сходишь с ума. Это, например, просто говорю недавно, вот на 2 апреля пришло сообщение, что у меня осталось меньше 139 минут, то есть по тарифу. Для понимания, каждый месяц мне 1400 минут дается. То есть, я за совсем короткое время проговорил 1300 минут по телефону с заказчиком, с подрядчиком. И когда такой-то шквал сообщений, когда тебе пишут в Телеграме, тебе звонят, и еще на почту сыпется, ты просто устаешь постоянно людям что-то отвечать. И ты можешь, ну, просто не можешь поставить им часто задачу. Поэтому быстрые оперативные задачи очень тяжело решать, вот когда ты работаешь онлайн. Пришел вопрос. Как решается вопрос оплаты такого большого количества перелетов? Я плачу заказчик или собственного кармана? Это уже экономика бюро. Вкратце я расскажу так. Все деньги, которые приходят в бюро от заказа. Я вам давай так. Мы работаем, мы платим все налоги. У нас нет серых, мы платим все налоги. Мы платим все как положено, но я имею в виду все налоги, которые должны входить в плату, то есть у меня ООО. Все деньги, которые поступают на счет, мы делим на несколько частей. Есть так называемая часть, я не буду говорить процентов, потому что это наш внутренний секрет коммерческий, есть часть на развитие бюро. В эту часть на развитие бюро как раз заложены все авиабилеты, все проживания, все авиабилеты. То есть они оплачиваются за счет средств бюро и не только мои, то есть сотрудники, сотрудницы, точнее, как вы заветили, очень часто тоже перемещаются, то есть им даются деньги на это за счет средств. Потому что, почему это фонд развития? Потому что если ты не съедешь, ты не получишь заказ. Или ты, заказчик, назовет с тобой контракт, посреди ей работы. То есть это инвестиции в некий потенциальный завершенный договор. То есть мы инвестируем не в заключение договора, мы инвестируем в завершение договора. Смещенные дедлайны. Это очень вообще прикольный пункт. Это случайный парадокс психологический, который образовался. То есть получается так, что когда заказчики, вы заказчиком работаете в одном городе, заказчик очень часто может вызывать тебя к себе, чтобы с тобой поговорить и ввести какие-то правки. И ты постоянно все это, ну, на это как бы четко реагируешь, зашиваешься, сходишь с ума, переделаешь по 100-500 раз. Когда заказчики работают дистанционно, во-первых, мы изначально закладываем, что из-за того, что из предыдущего пункта нам нужно чуть больше времени на оперативные правки, соответственно, мы чуть больше берем строки на работу. И второй нюанс. Из-за того, что заказчик, ну, бывает так, заказчик с утра в понедельник тебе пишет сообщение там, слушайте, мы подумали, либо фигня, посадите вместо лип ели. А потом проходит, знаете, где-то день, и приходят новые сообщения заказчика. Слушайте, ну, я подумал, да, действительно, все же крипы, это нормально, не надо сажать ели. То есть, когда он работает с тобой дистанционно, он больше осмысляет то, что тебе говорит. Потому что, когда работает он с тобой вживую, он тебе скидывает задачу, и ты сам с ней там маешься. Потом ты приходишь, показываешь ему готовый результат, и только тогда он передумывает. Когда ты работаешь онлайн, заказчик не видит готовый результат, он не видит, что ты сразу пошел к работе, и он в голове продолжает крутить, 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 с точки зрения психологии, я бы, конечно, плохой пример поведу, если заденочить личные чувства, не обижайтесь. В общем, бывает так с девушками, когда у них есть какой-то парень, которого она очень любит, регистрать к нему, она пишет ему сообщение, а он на нее не отвечает. И там до сих пор не прочитал сообщение, и девушка начинает накручиваться, сама додумывать ситуацию. Вот с заказчиками примерно такая же ситуация происходит. Они видят, что ничего не происходит, не происходит никакой оперативной реакции, заказчик начинает дальше все это обдумывать, и это дает огромный плюс. У тебя есть больше времени на то, чтобы более качественно сделать работу. Мы онлайн-работу делаем действительно намного качественнее, то есть работа онлайн, чем офлайн, и я вам покажу более, расскажу в конце, маленький пример работы, и расскажу, в чем мы отвечаем, в чем альбом, который делается онлайн, отличается в альбом, который делается онлайн. Стимул к саморазованию, нет стандартного инстинкта. Это в том числе мое. Это рядом со мной, мы придуримся, это Кирилл Пернаткин, бюро дачи в Нижнем Новгороде. Это невероятно классное артиктурное бюро, это мой друг, и я безумно завидую его подходу к любимым проектированным, насколько классно, невероятно, они проектируют панельных домах. Но поскольку я не нахожусь ни с кем в одном офисе, не встречаюсь с ним очень часто, я завидую ему дистанционно, а дистанционная зависть – это худшая зависть, которая может быть. Ты не знаешь реальных секретов того, что происходит, и ты начинаешь еще больше подтягивать свой уровень, чтобы хоть как-то приблизиться к нему. То есть я очень завидую Кириллу, как он организовал свою работу, я завидую, и начинаю образовываться, чтобы понять, как это работать. Очень часто, когда люди сидят в одном помещении, например, длительного времени, они видят средний уровень сотрудников и свой стимул к резкому росту сокращают. Зачем выпендриваться, если у всех есть средний уровень? Извините, у меня уже горе пересохло. Зачем стимулироваться, если средний уровень? Это очень сильно заметно в больших командах. Если кто не знает, найдите исследование. Я недавно, РБК было в блипу, на то, что open space понижает эффективных сотрудников просто в разы. То есть люди в open space работают невероятно медленно, потому что они видят средний уровень и вообще нет смысла бедриваться. Нет смысла, что-то образовывается, что-то там. Они видят, как там себя 300 человек и как-то одного повысили. И все начали, конечно, вон там полотно, или там чей-то сын, вот его повысили, зачем мне стараться, это все фигня. Когда ты сидишь один в помещении, в офисе, и ты не знаешь, как происходит все вокруг. Ты видишь только крутые проекты, которые там где-то появляются, или кто там в инстаграме что-то выкладывает, и думает, господи, блин, как он это классно сделал, почему я так не сделал? И ты начинаешь срочно издать какие-то курсы и начинаешь самообразовываться. То есть некая изоляция стимулирует тебя выходить за пределы среднего уровня, потому что ты в изоляции или в онлайве не знаешь банально средний уровень. Дальше. Нет личного пространства. Сегодня просто увидел замечательную фотографию. Это психологическая проблема, которая, на самом деле, пока что не имеет решения, я не смогу вам четко ее сказать, как с этим решить. Поймите. Когда вы работаете в квартире, то ваша квартира начинает у вас ассоциироваться уже с рабочим местом больше, чем с местом для отдыха. И вы не можете очень часто отвлечься. Первое время, когда я так делал, я просто организовал себе специальное отдельное место, изолированное там комнатка, где я работал. То есть кабинеты, которые там строили там раньше в крутых дорогих домах, не могу говорить слово, аристократических домах, строили, строили не просто так. Их строили как раз потому, что людям очень важно было почувствовать разницу между работой и домом. Поэтому не делали себе кабинеты. Сейчас все там сели дома, и у всех на самом деле наступает некая депрессия, потому что работы смешиваются с домом, ты не можешь это путать. Повезло тем, кто живет сейчас в частных домах. Сейчас хорошая погода, люди работают в доме, отдыхают на свежем воде. Во дворике сидят, сейчас вообще тепло станет, вот я говорю, повально все будут, сториз начнутся со свежего, с природы у всех. Вот. Тем не менее, проблема этой ассоциации, ассоциации дома и работы практически невозможно решить. То есть нужна очень сильная выдержка, у меня не хватило этой выдержки, поэтому я снимаю отдельный офис недалеко от дома, и я специально хожу туда, и я сижу там один. Этот офис находится еще рядом с традиционной квартирой, что мне очень удобно, фактически я вхожу еще туда как в столовую. Но это просто, как бы я так суетился, чтобы это сделать, и еще в офисе мне живут коты, потому что надо хоть как-то разбавить свое одиночество. Коты не сдают ни среднего уровня, они никуда не претендуют на роль главного архитектора, и нехорошо с ними общаться. Еще вторая очень важная проблема нет личного пространства, если вы живете не один. Работать удаленно очень тяжело. У вас всегда кто-то будет отвлекать. То есть человек, с которым вы живете, должен знать, что вы работаете, и вас ни при какой ситуации нельзя требовать. То есть он должен представить, что вы находитесь за 100 километров, даже если вы сидите рядом с ним на диване. Очень тяжело в личных отношениях это договориться. Это нужна реально работа с семейным психологом. Это нельзя просто пучкучку сделать. Это реально нужно подобрать семейного психолога и учиться разделять свое личное пространство на рабочее. Поэтому всем такой мой совет. Если у вас есть возможность снять какой-то микроофис по возможности, то тогда, пожалуйста, снимите. Если нет, тогда сделайте себе угол максимально ущербный, чтобы он кардинально отличался от квартиры, чтобы учет к нему в этом углу работа, а как вы уходите с бодилов угла, только работа. Следующая гибкость. Есть время заниматься йогой, конечно. Когда я писал презентацию, то что-то такое смешное казалось. Мне вообще не кажется смешной. Ну и ладно. Ладно. Реально гибкость заключается в том, что вы можете делать все, что угодно на фрилансе. Это вот, к примеру, мы так с учебной группой слушаем онлайн лекции. Я к тому, что вы можете знаете, бывает так, что вы делаете проект, и заказчик приходит, пишет тебе, ну, приходит письмо, заказчик с фразой, все фигня, и ты начинаешь психовать. Если ты сидишь в офисе, особенно в группах, ты не можешь просто взять и успокоиться, чтобы приступить. Тебя это гложет до конца рабочего дня, и твое эффективно спадает в разы. Если ты работаешь онлайн, у тебя, ты можешь встать, пойти покурить, выпить бутылку пива. Это не зазорно, я учился немного в Германии, и в Германии пить пиво во время учебы нормально, поэтому, но алкоголь вредит вашему здоровью, помните, особенно если вам сейчас нет 18 лет, вы слушаете этот вебинар фу-фу-фу, не надо так делать. Вот. У вас есть время прийти в себя. Второй вопрос гибкости, то, что ваш день ненормирован, и ненормирован, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, это очень хорошо, потому что, когда, знаете, приходит в 9 вечера письмо с фразой, вы можете выставить коммерческое положение, ты так вот, да без проблем, я открываешь на углу, прям в кровати пишешь коммерческое положение, и утром он уже лежит у заказчика. На заказчика приводит такой эффект, просто шлемер, что ни фуга себе, как они быстро отвечают. В общем, гибкость дает возможность то, что вы можете делать на самом деле много разных вещей. И опять же, гибкость позволяет в любой момент почитать книгу, если не хватает знаний, успокоиться, или сделать что-то, наоборот, сверхурочное. Авторский надзор. Самый сложный вопрос, который вообще существует, на который тоже я не могу ни в коем случае сейчас ответить. Смотрите, у нас строятся дома в разных городах. Сейчас, если раньше я летал к заказчикам и мог проводить какой-то авторский надзор периодически, если это крупный объект, я не нужен часто, то сейчас все из-за пандемии, все только онлайн. И как происходит авторский надзор, заказчики присылают мне вот такие вот фотографии с выкрасками. Но вживую это очень тяжело понять. Это гадание на кофейной гуще. То есть здесь этот пример еще более-менее нормальный. Мы выбираем между серым, белым и черным. Но есть цвета, где нужно из оттенков красного выбрать, и ты не понимаешь, это фотография плохая, это краска плохая, это криворукий прораб накрасил так. Это очень-очень сложняет работу. Сейчас решение конституционного давать авторский надзор нет. Кроме одного. Нанимать сотрудника в том городе, где у тебя строится крупная мера. Других решений нет. Нам повезло, допустим, у нас в ландшафтнике работает в Ижевске, и один из самых крупных заказчиков по ландшафтным работам находится тоже в Ижевске. И сейчас они выполняют авторский надзор. Ну, соответственно, там у нас есть Казань, сотрудник, и рядом с Казань находится в Ежкар-Арла. То есть сотрудница сможет ездить в Ежкар-Арла, нет надолго, на токсику про часа в Ижевске надзор. Я, соответственно, очень легко могу охватить там в Москву и в Великий Новгород. То есть у каждого сотрудника, они разбросаны по всей России, есть некая волна работы, где они, где кто работает. Вот. Поэтому у меня, кстати, там был слайд, мне кажется, я что-то выбрил его. А вот, есть слайд такой, где у меня находятся, какие сотрудники, где какие подрядчики. То есть, как вы видите, они разбросаны вообще по всей России, и одновременно, соответственно, мы обслуживаем примерно 11 городов. У каждого сотрудника есть некая зона влияния, то есть радиус, который он за полтора часа доезжает легко и может вести авторский надзор. Мы покрываем сейчас своим штатом диапазон ровно до Урала. Но за Уралом у нас уже есть проблема. То есть у нас сейчас есть потенциальный заказ с Иркутска. Слава богу, у меня есть друзья в Иркутске, которые смогут взять на себя какую-то часть работы. Но с Владивостоком у нас проблема. И я вам говорю совершенно честно, что пока мы делаем проект аналитический, это никак не будет решаться. Но для того, чтобы начать это строить, соответственно, нам придется нанимать сотрудников там, которые смогут все это вживую контролировать. Ты не в тусовке. Сейчас по-прежнему в России, да и во многих странах, самые основные вопросы решаются только лично. За встречи, за ужином, общение, на тусовке. если вы видите, что какой-то архитектор получил крупный заказ без конкурса, без подряда, без ничего, ну, потому что заказчику он понравился, то, поверьте, то, что, чтобы понравиться заказу, и те, кто встречался лично, где-то на какой-то тусовке, за ужином, или просто они друзья, и заказчик, как бы, хорошему человеку передал заказ. Если ты не находишься в тусовке, то очень тяжело будет получать такие топовые заказы. Именно поэтому мы топовые заказы только через конкурс пытаемся добраться. Других путей у нас нет. То есть у нас не хватает ресурса, поскольку мы не в тусовке, лично получить какой-то качественный заказ. Ну, с другой стороны, мне качественно делать проекты, хоть немного, там, пиар позволяет, уже заказчиком на самом деле выходить, но вот именно такие заказы, когда ты приходишь, какой-то твой друг или артер, думает, как бы у вас в 5 миллиардов, ты думаешь, ты классный, не хочешь построить себе байк, у них такого не бывает на онлайн-работе. Для этого нужно завести код у проектного менеджера, который будет ездить по всем тусовкам, со всеми общаться и все это как-то контролировать. Но, с другой стороны, есть минус, ты не отвлекаешься. Это прям хороший минус. Это минус, который перерос в прусть, что ты не отвлекаешься, у тебя все хорошо, тебе не нужно отходить куда-то постоянно и сожалеть о том, что какая-то вечеринка прошла без тебя, тебя не позвали. Это все там отпадает на десятый план. Экономик позволяет рисковать из-за того, что расходы на дистанционную работу несколько отличаются от работы в офисе, не сильно. Разница, примерно, составляет 10%. Пока что, если вы эффективно наладили свои обороты, 10%, это позволяет участвовать в конкурсах чаще, чем остальные. В прошлом году у нас было два конкурса в Казани, крупных. Один мы выиграли, это непосредственно вот этот второй, это была вторая молодежность на Биеннале. Мы вошли в финал, но мы ничего не выиграли. Хотя со мной сейчас работают сотрудники, которые были в команде победителей. Вот как-то так произошло. Вот. Тем не менее, онлайн позволяет больше участвовать в конкурсах. Ну, опять же, это польза заказов и так далее. Да, есть гибкость, есть некая финансовая возможность, и это хорошо. Теперь я быстренько на примере проекта расскажу, потому что время же заканчивается, уже больше часа обещаю, я думаю, что я тут уже всем надоел. Я расскажу вам, как это происходит. Это как раз объект в Казани, вот этот конкурс. Первый этап – это выезд на объект, я говорил, это всегда полевые работы. Ты приезжаешь, ты живешь несколько дней и следуешь весь объект. У нас была вот такая вот сыраюшечка, которую нужно было реновировать. Дальше второй этап, стандартный, он ничем не отличается уже от ухлайн работы, это поиск идеи. Ты сидишь, катаешь идею, а вот дальше начинается проблема, потому что если ты понимаешь, что твоя идея несколько не соответствует, и ты находишься не в том городе, что делать, третий этап – это снова полевые работы. Это непредвиденные расходы, когда ты должен вынужден снова туда лететь и снова несколько дней жить, чтобы проводить работы. Дальше, соответственно, следующий этап – это снова очередной поиск идеи, и только тогда вот ты встаешь на рельс. Если в оффлайне у тебя примерно вот столько времени занимает приехать на объект, изучить, взять первый эскиз, то в онлайне это примерно вот столько занимает времени. И это одна из причин, почему сроки несколько растянут. Но с другой стороны, когда работаешь в онлайне, ты делаешь гораздо больше вариаций на тему, чтобы найти нужную идею. То есть работа происходит более глубоко. Этап шестой – депрессия. Почему она происходит? Потому что ты рисуешь, и ты не можешь понять, нарисовал ты керню или нарисовал ты что-то хорошее. И тебе не с кем консультироваться. И у тебя, опять же, нет этого среднего планки, у тебя нет сотрудников в среднем уровне, которые все будут говорить, ну, вообще нормально, мы всегда так делали. И наоборот, мы говорим, все плохо. Ты если начинаешь шерстить какие-то журналы, паблики, и пытаешься это понять, ну, кто-то так делал, не делал, у тебя начинается жуткая депрессия. Но это, как я говорил, очень хороший стилл к самообразованию. Ты начинаешь резко-резко самообразовываться, потому что тебе не с кем консультироваться вживую. Вот так он говорит. А даже если ты звонишь по телефону, это все равно не то. Ну, тебе скажут, да ты расслабься, качественно все придумал. Мы придумали втором центре динозавра. Мы не могли понять, нормальная идея или тупая идея. Вот. И депрессовали по этому поводу. Этап седьмой, тут такой немножечко полумата, но это реально рабочий этап. Это у скандала. Потому что, как я говорю, когда люди работают онлайн, они всегда готовы принимать замечания. То есть там пишешь там в листок А4, но пишут его не в листок А4, или обычно там в Телеграме одно сообщение, второе, третье. Знаете, у меня есть люди, которые еще иногда пишут сообщение через слово там «Да, надо следующий контекст сделать». И тебе так выбежат, хотя я сам такой человек. Но не суть. И вот ты пишешь, и ты понимаешь, что люди не усваивают некоторые замечания. И вот видите, я три раза писал человеку замечания исправить, а он три раза его не исправлял, и я уже начинаю беситься. Это выходит скандал. Но после скандала, из-за того, что вы очень глубоко прорабатываете идею, из-за того, что вы скандалите о каждой детали, реально потому, что на онлайне ты каждую деталь смотришь намного эффективнее, чем в буквально. Раздается не какой-то непосредственно концепт, локальная победа, и получается проект. Это проект торгового центра и национального кластера в Казани. Сейчас все, наверное, вспомнили свой опыт с мессенджером. Пришло сообщение. Да, конечно. Мессенджеры – это вообще как бы… Ну, надо учиться с ними работать. И давайте я потихонечку завершаю, но это еще не все на самом деле. Еще я займу уже 10 минут. Давайте для начала я скажу, что спасибо огромное, что вы пришли. Я видел, что сегодня было до 65 человек. Сейчас, мне кажется, чуть поменьше стало. Хорошо, что вы действительно самообразовываете. Это очень классно. Вы нашли время это сделать. Давайте друзья в социальных сетях, в Фейсбуке, в Фонтакте. Кому как удобно найдете меня в сетх Никита Маликов либо в Инстаграме. И я вам хочу показать на самом деле еще очень важный маленький нюанс. Я вам сейчас открою проектик. Сейчас, секундочку, я на нее переключусь просто. Я открою вам сейчас маленький проектик и расскажу, чем подача об уплане отличается от онлайн. Меня это очень часто бесило. Вы видите, здесь весь экран. Это проект, который мы делали в Ужевске. Я по первому образованию инженер-строитель. И я не понимал тогда премудрости всех цитров жизни. Я не понимал, зачем люди науфер шарфуют. Зачем у них такой высокий слог, толкий архитектурный язык. Я этого не понимал. Даже когда я выучился на архитектор, я до конца это не понимаю. И сейчас по-прежнему меня очень бесит то, что у нас очень много курсов по визуализации и подаче материала. И люди делают проекты, которые очень классно подают. Они такие пустые. Но с другой стороны я понимаю, что когда ты работаешь оффлайн, когда ты вживую приходишь к заказчику и подаешь ему этот проект, и когда ты красивые картинки на большом экране защищаешь, заказчик такой «О, я таю». И он наплевает на то, что вы там нарисовали, он там особо не вдумывается, увидит депосы в левик, красиво, все огонь, он начинает проектировать, а потом понимает, что вы полную херню нарисовали, потому что вы больше времени потратите на подачу. Мы давно поняли, что с онлайн работой и так не работают. Поскольку мы вживую часто не презентуем заказчику это работа или просто результаты, то нам нужно было выбрать какую-то другую фишку. И мы выбрали иную фишку. Мы делаем концепции, уже только концепции, фактически к стадии П. Мы очень глубоко прорабатываем все проекты, чтобы любой вопрос, который нам задал заказчик по чату онлайн, у нас был ответ. Почему у вас такая плитка? Ну, потому что. А сколько она? Сколько ей нужно? Вот столько. А почему такой свет? А вот светотехнический расчет. А почему эти пустые? А потому что здесь тель. Не потому что это красиво, потому что мы это красиво подали. А потому что мы это все продумали. Это вот просто пример концепции благоустройства двора. Сначала объекта аналоги. Вот он. Это вся подача, которую мы сделали. Схемка. Простая схемка. Она некрасивая. Она вообще, вы никогда не видите эту схему в своем журнале, она примитивная. Она недостойна для того, чтобы быть там где-нибудь публикована на сайте архива. Но она очень эффективна и четко отвечает заказчику на все его вопросы. И дальше погнали. Все подпорные стенки с размерами, все узлы, все покрытия. Плитка лежит не просто так. Все эти углы плитки расписаны. Подобраны производители. Подобраны текстуры. Соответственно, все мафы, спецификации. Более того, у этого даже экономика просчитана. Начальщины узлы уникальных мафов. Соответственно, все конструкции продуманы. Светотехнический расчет сделан отдельным листом идет. Все озеленение, плюс подобраны все. Такие стадии эскизника, это эскизник, это стадия концепции только. Мало кто делает. То есть все бы потратили бы большую часть времени на эту схему в начале. Но когда вы работаете онлайн, заказчику этой эффективной схемки, они призывают у нее впечатление первые два часа. А дальше он копается в вашу альбу, потому что он находится далеко от вас. Он вкопается в этот альбом и скажет такой, блин, а что-то как-то много вопросов есть. Поэтому, когда вы работаете онлайн, вы должны быть уже инженерами архитекта. Вы должны были глубоко работать в этом. Я остановлю демонстрацию, сейчас вы будете видеть мое лицо на весь экран. Я надеюсь, вам не очень сильно надоело. То есть, очень важный нюанс, то, что качество подачи работы и качество работки, работ и работы, к сожалению, эта фотография, очень сильно отличается между онлайном и уфлайном. И очень мало кто это понимает. Поэтому мало какие сотрудники на самом деле готовы сесть на онлайн, если не привыкли к эффектам подачи в уфлайном. Нам очень тяжело находить архитектор. Потому что мы видим офигенное портфолио, даем работу, допустим, вот пробей арку в проеме и подумай, как ее пробить. Он рисует очень красивый рейдер, мы говорим, отлично, как ее пробить, это шарфер. Там еще какое-то усиление должно быть. И человек не может ответить на этот вопрос. Потому что, ну, как ему на это ответить? Ну, как ему, как он сделает? Он привык к подаче, но не привык к этой вот тяжелой, утомительной, но правильной работе по работе. Вопрос пришел. Немного студенческий вопрос. На возможно ли, на твой взгляд, прохождение производственной практики студентов с институционно через млайн и имеет ли это смысл? Например, если бюро, в котором хочется пройти, находится в другом городе. Это 100% имеет смысл. Мы также периодически набираем студентов для производственной практики. К сожалению, очень многие уходят, потому что у нас там последние два студента ушло с фразой, типа, один ушел. Блин, я понял, девочка сказала, я поняла, что я хочу работать в коллективе, потому что не хочется смеяться и общаться с людьми. А по чате, я это делать не могу, и она взяла и ушла. А второй парень, просто банально, то, что у него были невероятно классные портфолио, мы просто прям стащились от него. Но когда мы ему дали реальную работу, мы поняли, что это очень тяжело. А вы поймите, что когда вы работаете онлайн, вы не можете на душу человека стоять и каждый раз ему что-то говорить, как исправить. То есть он должен сам образовываться, сам находить решение, сам его выдавать и еще защищать как-то в чате за пять слов подразумевать свое решение. Наверное, это вкратце все, что я хотел. Ну, какое вкратце? Я очень долго рассказывал, рассказать про онлайн-работу. И теперь давайте очень важный нюанс я вам расскажу. Мы недавно проводили психологическое тестирование в своем бюро и выяснилось, что выгорание сотрудников очень сильное. Психологическое, эмоциональное выгорание от онлайн-работы. Онлайн-работа всегда более стрессовая, чем работать в живую и в коллективе. Поэтому с этим нужно очень аккуратненько работать. В общем, к онлайн-работе на самом деле нужно подходить очень деликатно. И мы всерьез, я смотрю вопрос, как только мы будем скрыть, что он наняет штатного психолога, который будет работать с сотрудником, помогать им адаптироваться. Мы перестраиваем систему работы, мы постоянно перестраиваем. Мы работали неэффективно три года, если быть честным. Мы очень неэффективно работали, думали, что все сотрудники ли будут готовить куману. нет. Мы сейчас перестраиваем структуру. И буквально вот на днях у нас было то, что и выяснилось, что люди просто банально, когда ты им ставишь задачи, нигде их не фиксировать. Они остаются у них в чате. У нас был тут смотр-конкурс в пятницу. Я всем сказал завести блокнот. И все в пятницу мне показывали блокноты бумажные. и что там записаны задачи, которые должны делать. Сотрудники банально это не вели и думали, что если у тебя есть чатик, этого достаточно. Ну, кто-то точнее вела половину сотрудников и половину не вела. И теперь сотрудники, теперь у всех уголовные есть блокноты. Потом тихонько эти блокноты перейдем в электронный вид и потом дальше они будут рассказывать. А тем я хочу рассказать такой насущный вопрос. Вы очень много видели в интернете прогнозов о том, как будут работать люди онлайн или оффлайн. Это такие, очень куча всяких лекций устраиваются лично. Мое решение, мой ответ в том, что ничего не поменяется. Война мировая не поменяла паттерны поведения людей. Холодная война, которая гораздо страшнее отрагалась в психологии людей, не поменяла паттерны людей. Сейчас пандемия не поменяет паттерны людей. Скорее всего, в большей степени. Возможно, какие-то лаканы боятся. Если вы думаете, что все перейдет в углайн, это произойдет только из-за экономики. Это никак не играет на это пандемия ситуации. Играет только экономика. На оффлайн перейду, допустим, кто не знает, есть такое приложение, это не реклама, вот у меня в телефоне есть, Яндекс.Здоровье называется. Там есть онлайн-консультация врачей. Она стоит дешевле, чем съездить в частную платную клинику и проконсультироваться. То есть для оптимизации, если у меня нет денег, мне жалко тратить деньги на консультацию, допустим, не знаю, прыщик у меня вскочил, мне нужно с дерматологом поговорить, я условно, не знаю, дерматолог, наверное, за прыщи отвечает, вот, я нахожу этот дерматолога, присылаю фотографию прыща, говорю, что это? Говорит, не психуй, вот тебе крем, с тебя 300 рублей. Если бы я поехал в какую-нибудь клинику вживую, то с меня взяли 500 рублей. То есть это некий способ оптимизации твоих действий и твоих затрат. С точки зрения городов онлайн, скорее всего, в ближайшее время не будет решать, как я вам первое сказал. У нас слишком пока что слабые сети инженерные. Теперь, представляете, интернет, интернет-кабель это инженерная сеть, как звучит тоже. Вот. Инженерные сети слабые, они не потянут огромную нагрузку на онлайн-работу. Дальше, люди все равно социальное животное. Я думаю, что большая часть сотрудников интровертов за исключением некоторых, я знаю, кто экстраверт, и хорошо работать в онлайн. Но нанять какого-то там активного, крутого парня, который везде все успевает на онлайн-работу и посадить его обязательно на то, что он 6 часов будет сидеть, обязательно сидеть 6 часов, для него будет каторг. Онлайн-работа значительно имеет дешевле себестоимость. Ну, то есть реально тебе не надо на сотрудника тратить там, помещение или делать компьютер, покупать. Но это только так кажется. Как я вам говорил, поиск заказов и в жилое общение требует гораздо больше денег. Соответственно, где ты экономишь на одном, деньги уходят на другом. Пока что мы выше 10% разницы между делал онлайн-работа, то есть экономия 10%, это на самом деле незначительная, совершенно незначительная работа, это незначительная экономия для каких-то... Если у нас была, конечно, компания, которая приносила миллиарды, может быть бы да, но для чего-то такого нет. Опять же, мы пока что доказываем эффективность онлайн-работы. Объекты, которые... Объект, который мы заработали онлайн, не видя с друг другом, сотрудникам, вышел, публикуется сейчас на сайте Archdale. То есть доказать о том, для того, чтобы эффективно работать с артитутом другом, не обязательно друг другу видеть. Онлайн открывает горизонты, потому что теперь вы компетенции можете нанимать со всей страны. А есть города, где очень сильные ландшафтники, но слабый архитект, а есть наоборот. Я этим двум городам нужно дружить на комплексных проектах территорий. Ну, если вы не в Москве живете, в Москве есть все. А если вы живете не в Москве, и вам нужны другие сотрудники, то так это происходит. Более того, он открывает границы для иностранного взаимодействия. Сейчас у меня есть несколько коллег за границей, с которыми я спокойно могу конфликтироваться на какие-то темы. Наверное, это все, что я хотел рассказать. Давайте я быстренько отвечу на вопрос. Если не будет, я отвечал по поводу эфира на какие-то вопросы, рассказывал на лайфхаки. Есть вопрос. То есть 6 часов идет онлайн-трансляция, визуально или аудио? Точнее, нет, никакой трансляции не идет. Это идет на доверие. И нельзя, не нужно тоталитарды контролировать сотрудников онлайн. Вы должны доверять и по эффективности проверять, то есть оправдывается ваше доверие или нет. Просто вы должны договориться о том, что если в течение определенных 6 часов вы им напишите вопрос, то они ответят вам в течение 10-15 минут, то есть быстро. И если там будет вопрос бросить чертежи, чтобы он мог сбросить чертежи, то есть чтобы у него был компьютер под рукой. Все. Это вот и в этом заключает договоренность. Всем спасибо. Вы молодцы. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok